Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим серию бесед, вопросы-ответы, которая называется у нас «Во свете Библии открытым оком». Вот. Это 30 томов у меня вышли открытым оком. Это мои вопросы-ответы и проповеди в храмах, о которых я говорил. 4124 вопроса и ответа. Их считают, вот с первого тома брат Игорь Владимирович Дебунов начал озвучивать, потому что 11 лет назад вышли книги. Три года назад я перестал их издавать. И на них какие ответы были? За это время появилось что-то еще желание раскрыть большее. Я сейчас буду говорить, как у меня это было уже отвечено, а брата мы отпустим. Ты скажи, по должности это кто ты сейчас? Кем работаешь? Главный геолог золотодобывающего предприятия. Ну вот, значит, у вас и главная работа это летом. Да. Тебе сколько лет? 48. Какое-нибудь церковное звание у тебя есть? Чтец. Чтец. И еще? Исполнитель-наблюдатель. Исполнитель-наблюдатель. У нас такая есть должность установлена, которая за принятыми решениями, но власть законодательная и исполнительная. У нас на практике это. У нас вывешено правило поведения, за всем следить, за формой одежды, ну, за всем. С новым приходящими людьми побеседовать, подвести к уставам. Он должен смотреть за исполнением принятых решений. У нас очень строго. Мы к спасению нашему относимся очень серьезно. Ты откуда из Барнолла-то приехал? В Барнолл приехал. С Колымы. С чем занимался там? В Магаданская область. Я геологоразведка и добыча золота. Ну, я чуть-чуть задержу, буквально минуту. И будто бы знаком ты был, как богател кто-то там у вас. Абрамович? Да. Ну, я не с ним был лично знаком, а с теми людьми, которые их он посылал. Ну, и как он вдруг стал богатым? Что-то нашел гору золотую или что? Простой был в юноше, только еврейской национальности. Попал в административные круги Магаданской области. Ну, и там же как раз были вот эти субсидии государство давало различные. Ну, и, видать, как-то пригрел денег себе и люди от него начали ездить по всей Магаданской области, скупать золото у людей. А тогда был очень такой переходный период от коммунизма к непонятно чему низму. Вот то, что сейчас у нас. И, видать, деньги эти хорошо давали. И он передавал эти деньги своим как внукерам или там посылаемым. И вот одного из них я знал просто. Ну, пропал просто человек. Он жил в нашем поселке в Ягодном. И пошел на встречу договариваться, видать, о покупке какого-то количества золота. И пропал в одних тапках. Ну, вышел в тапочках. Лето было это. Там можно в тапочках немного ходить летом. И в спортивном костюме. И пошел. И все, и нету человека. И до сих пор найти не могут его. Он был очень знаком нам. Немножко даже он как бы даже в родственных отношениях состоял. Ну, может, подозрение такое высказать, что, может быть, деньги были и позарился кто-нибудь. А у него деньги были, потому что потом сделали обыск в квартире. Нашли три тайника. Но тогда сильно не афишировалось. А вот так вот. Такое, ну, как этот народное радио. Вот это, слух. Три тайника было. Оружие, золото и денег. Ну, хорошее количество. Мы с тобой сколько уже знакомы? С 96-го года. С самого начала. С 3-го января. Это 6-ое. Это еще, получается, 17 лет, что ли? Ну, 18-й. как один день пролетело. Ну, вот сейчас, допустим, летом вы как добываете золото? Как-то роете там или что делаете? Или моете? Ну, и роем, и моем. Там небольшие у нас. На 3-х метровой глубине находится. А у вас там никак нельзя, кто пожелает обогатить все? Вот, допустим, человек хотел бы золотишко ваше как-нибудь-то купить и маленько побогачить. А нет, у нас через нас нельзя купить. А как? Там, ну, сложная можно, но сложная процедура. Надо его обратить сначала в ювелирные изделия, потом. А вообще мы же отдаем в Сбербанк. А секрета никакого нет? Поскольку нам были, допустим, в прошлый год. Ну, данные есть различные. А они не в секрете? Ну, они как бы не в секрете, но... Нежелательно распространять. Нежелательно, да, потому что криминальные структуры они живут. И сколько, примерно, человек работает тоже у вас в бригаде? Ну, 40, нет. 40 человек. А народ-то какой? Это постоянно или каждый год новый? Да, постоянно, потому что оплачивают. Ну, не сказал бы, чтобы очень много оплачивают. Но постоянно, стабильная. В среднем, допустим, вот сколько учитель получает здесь в Барном Литвите? Получает, допустим, там 7 тысяч, а у вас сколько? Не, ну, там где-то от 30 до 40 тысяч, ну, это чистыми деньгами. Работа очень трудная? Да, я бы не сказал, что трудная. Нет, не трудная. Ну, выдержать можно, по желанию. Нет, ну, там единственное, что нету женщин, всем же женщинам нужны. И начинается. А курение, там, сколько хочешь, кури. А как там насчет еды тоже? Дверья, где бывают и не пакостят, медведя там, или кто? Разомахи. Ну, у нас большие полигоны чистые, пространство чистое. А местное население на вас не общее, что вы там реки застояете? Нет у местного населения, мы далеко очень от населенных пунктов. Ну, а когда помоете, так грязь и куда-то течет? В какой-то реке. Грязь, есть отстойники, через отстойники. В отстойниках. То есть, это государство официально знает про это, что вы делаете? У нас очень много контролирующих органов. Очень. Ростехнадзоры. А местный ФСБ как-то за вами наблюдает? Обязательно. И вы даете отчеты? Четвертый отдел курирует нас. То есть... Они с руководителем непосредственно общаются. То есть, ты там проверенный человек уже? Ну, со мной беседовали все. Они неоднократно. Ну, а зимой чем занимаешься тогда? Вот ты приехал. Вас когда кончаете? В какое время? С какого по какому? В ноябре месяце заканчиваем. А начинаете? Начинаем. Ну, сейчас уже начинаем. Это ты уже спешишь туда, тебе некогда. А что зимой делаете? Зимой готовится техника, сдается документация. А что-то ты какие-то бумаги отчетность большая? Отчетность очень большая. По золоту отчетность, по объемам вынутого грунта, по экологии, по водоохране и так далее. А то, что ты верующий там не препятствует никак от этого? Что может быть что-то там противозаконное или как против веры христианской. Там нет такого? Ну, не могу сказать. Может в воскресенье, праздники работать. В воскресенье, да, приходится иной раз работать, да. Приходится работать. Ну, ты работаешь как руководитель, самому-то... Ну, я-то, да, я-то руками, как говорится, работаю постольку-поскольку. Тебя хозяин-то хороший, не обижает? Да нет, конечно. Ну, все, вопрос... Машину он купил. Ну, на веру твою не является, что ты уезжаешь вот сколько? Чуть не 4 месяца, наверное? Ну, да, где-то. Но я же приезжаю сюда. Ни церкви, ничего нет? И как ты там? С тобой Библия есть? Молишься открыто или как? Утром еще? Ну, конечно, утром, вечером, и когда, возможно, там у меня время бывает и днем, читаю Слово Божие и открытым оком книги. А другим людям ты это можешь давать, говорить с ними? Беседую, но они же там живут таким тесным коллективом. Все неверующие. Курят. А я слышал о том, что у вас там много таких, у которых уголовное прошлое, и люди такие... Ну, не то, что сильно много, но на 10 человек, двое это точно будут. Ну, от них сильно климат меняется или нет? И они там под контролем? Нет, ну, они под контролем, там не разойтись. То есть, если человек выпил, то уже в следующий раз выпивка, она уже будет расцениваться. А на таких людей надежно есть, что они не приворовывают золото? А невозможно его своровать. Контроль. Я удивляюсь, как невозможность, оно намытое уже. Оно же в сейфе хранится, его забирают с вон. А так бы не будет так, что в ночь один переколотит вас всех и заберет золото и уйдет? А нас-то зачем колотить? Ну, а как делают? Из-за пустяка убивают, а потом забирают, чтобы... Нет, ну, ЗПК, оно отдельно стоит, там, где золото хранится, а мы отдельно... Мы же в ЗПК не живем. А как насчет постов? Как-то питание у вас не нарушаете? А там столовая. Готовят и все. А во время посты рьды 5-10? Ну, пост мне пост готовят и все. Там же варят, если... Он туда мясо не бросает, мне сварил или отдельно. Ну, там подъем в 6 часов. А отбой? Отбой, ну, это общий где-то, наверное, ну, в 10 уже все спят. Кому водка не попала. Ну, если будет у вас 40 человек, то из бывших уже у вас сколько будет примерно? Ну, процентов. Ну, я думаю, что процентов, наверное, 70. Прошлогодних? Да. Ну, как? Ну, один повесился, правда. А как так? Один уехал на заработки на север. Такой парень был очень интересный. Он на брата моего похож, двоюродного. И такой очень, ну, можно сказать, в общении такой приятной. В общении. Когда со мной разговаривал, не матерился, ничего. Улыбается всегда. Понял. Так, наш вопрос в чем заключается сейчас? Вопрос заключается в следующем. Вот люди говорят, когда приходят уже к Господу, читают Слово Божие, и говорят, вот Библию все читаем. А раньше-то мы много всякой литературы читали. А вообще, какую надо литературу нам употреблять? И к детям тоже это обращено, потому что и дети раньше как, ну, все время сказки, а теперь Библия. Она же серьезная книга. Как вот это совместить? Сказки детям, воспитание детей. То есть, вот вопрос такой, что нужно читать христианину, когда он... Ну, все, понял. Вопрос понял, отпускаем. Иди с Богом. Спасибо, Христос. Я буду отвечать уже без вас, потому что, ну, это более свободное. Я покажу книгу, откуда взято. Все, милости просим. В следующий раз, когда придешь, вопросы перезвонишь. Спасибо. Это вот открытым оком, как книга называется. Тут написано книга первая. До 12-го в мягком переплете, а далее в твердом. И в каждой книге 64 страницы цветных фотографий. У нас литературы много. Мы вот этими книгами, я еду, и в прошлом году 240 городов, районных сел мы были, познакомили, и я им подарил на 3 миллиона 150 тысяч книг. И нынешний Господь благословит, мы у нас такое намерение проехать где-то с 34 государства, начиная с Польши до Португалии, все до одного в Европе, Скандинавии, Прибалтику. И в каждой библиотеке, в центральных городах дарю свои книги. Я уже об этом говорил, показывал, что книги наши находятся в парламентской библиотеке, в Москве, в историческое, в библиотеке Ленина, ну и в других центральных городах до Москвы. А нынче мы думаем за Москвой быть, Южной Республике пройти, Чечню, хотя нам не советуют, туда и опасно. Ну почему, Бог благословит, может быть, мы встретимся и с Папой Римским, и в Монако заедем, и с Рамзаном Кадыру можем встретиться. У Бога все вымерено, апостолы, когда шли, то не очень-то они думали о своей жизни, как будто, они шли там, где была опасность. Итак, в первом томе, вопрос 451, для меня это не новые вопросы, что я там отвечаю? В школе у сына проходили сказку «Снежная королева», и учительница давала интерпретацию, увязывая ей все с христианской религией, правильно ли это? Это вопросы, которые мне задавали в разных университетах, где я вел занятия много лет. Вопросы эти задавали в тюрьмах, в лагерях, в школах, на заводах, в милиции, я во всех отделах милиции много лет вел регулярные встречи со всем министерским составом, краевое, городское УВД Алтайского края, техникумах, на заводах, фабриках и прокуратуре, там даже трудно сказать, и вопросы были разные, три радиопрограммы я вел. Отвечаю, можно только предполагать, кто это учительница. Думаю, что это прихожанка Войтович, это наш благочинный в Алтайском, или Капранова, очень известный батюшка, это из команды Огурцова, которые подготавливали они свержение советской власти физическим путем на танках. Ну, ему дали семь лет, он оттат был, это близкий друг, вот, это Красноярского, Виктора Оставкива, вот он тоже умер. Главное, чтобы не красили ногти голубой краской, а то у них считается, если дети краше, но не голубой краской. Как сказала матушка, преподаватель в лицее, выражаясь мирским языком, все это голематья и зеленая муть, сказки вредные, травить ими детей преступно, это мой ответ. Ведь почему мне нравятся иногда ответы простые, четкие, ясные у Феофана Затворника, а вот вся эта цесеронская развесистая клюква мне не подходит, нужно выражаться четко и ясно. Я напоминаю, кто не знает, однажды было так, у Расола Гамзатова, отец сада, он его отправил в Москву учиться, Гамзат, и вот он дал ему денег купить пальто, а приезжает зимой, видит он в каком-то своем старом пальтишке, говорит, а деньги? Он, папа, тут понимаешь, какое дело-то, тут неожиданно из Москвы приехал театр, мы давно про это слышали, мы вот хорошие товарищи, мы учимся, мы порешили, отец, подожди, ты столько наговорил, уже уши забил, ты коротко скажи, деньги истратил, пальто не купил, все ясно, так и здесь, я отвечаю просто, сказки вредны, какие бы ни были, травить ими детей, преступно, все, колоссиным, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихе мира, а не по Христу, это я считаю из книги моей открытым оком первый том, евреям 13,9, учениями различными и чуждами не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими, 1 Петра 2,2, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, добавить него, возрасти вам во спасение, 1 Коринфянам 3,2, я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, отвечаю, нужно давать чистое словесное молоко и пустить детей ко Христу, а эту учительницу, как дающие ядовитые снадобни, отлучить на несколько лет от церкви и выводить соглашенными, за то, что она их травила, я много лет с детьми вожусь, я создатель являюсь и начальник детского православного трудового лагеря, это единственный лагерь был в России и в Советском Союзе, православного, на твердых православных принципах, христианский лагерь, и я знаю, что детям надо, им нужен и Христос, и поэтому ко мне приезжали разные-разные люди, узнать, как-то в течение одного месяца ребенок-наркоман делается совершенно другим, не говоря там о других пороках в ребенке, один месяц, а у меня дети до семи лет должны быть со старшими, кто у них в семье, селись родителями, лагерь комплексный, а дальше-дальше не ограничено, некоторые у нас уже выросли сами, уже со своими детьми теперь приезжают и в лагерь, тут на меня как-то ополчилась кемеровская епархия, что мы там книги распространяли, ну и, видимо, поручили делать это семинаристам, которым в награду, я так предполагаю, разрешенно, есть рыбу, жареную в пост, но они старались, из моих книг там все нащипали, мои ролики поставили, а дальше, что только могли, что они слышали на улице, то они сюда и лепили, и все это ко мне, что это Вестарионово, брат, что похожее, там белое, слышал, подчеркнул, еще есть звенящие кедры, Анастасия, он туда написал, в огородище и центр, тот подсказывает, видимо, человек пять сидел, вдруг подсказали, это я, дети, дети с детьми, да как детьми, это педофил, педофил хорошее имя, педа означает, что, вы знаете, а что такое фил? Да любить детей, ну, а он 40 лет, да какие же дети-то, ясное дело, садист, садист, я садист, ну, может быть, чуть пониже Чикатило, ну, ученик его, то есть все, что они могли найти, и епархия знает, и священники их благословляют, это в интернете стоит, вы зарядите только, неужели они не понимают, что все это вернется к ним, о чем невзоры говорят, когда попов с колокольными с головой будут спускать, а я не хочу этого, вы зайдите в интернет, посмотрите, как они изгаляются, мне 73-й год, я исповедник Христов, прошел 5 тюрем за Христа, а они дают поручением, и, конечно, одобряют свое благословение, дают Кемеровской епархии, Аристарта, митрополит, эти безбожные, которые волчата вырастают у них, они будут над людьми изгаляться, они только кроме трупов, вообще ничего не будут знать, они не крестят людей, мокрой ладошкой по голове, все танцы извращают, вот это новая церковная мафия, и ей дают на откуп мои книги, с моими книгами легко бороться, я повторяю, они называются «Во свете Библии», открытым оком, я сказал, соберите сенот, соберите всех лучших своих мудрецов, до Чаплина, и вызовите меня по книгам, и уже одиннадцать лет, двенадцать, тринадцатый год, и еще ни одного отзыва нету, нигде, кроме клеветы, а для чего я говорю это, чтобы бодрствовали, ибо сатана ходит, как рыкающий лев, и ходит, как правило, он в рясе одетый сатана, с крестами, с панагиями, откуда ты знаешь, из жития, Макария Египетского, Макария Александрийского, Семена Столпика, Андрея Юродиева, в храме люди рот развивают, причащаются, а он один видит, что стоят демоны, черти, и в рот толкают уголь, вот к чем причащаются, православные-то не могут отрицать то, что я говорю, я вот говорю, разве это может детям давать какие-то сказки, так вот надо что-то невероятное, невероятное, учение Христа, потом мне снова задают вопрос, люди-то разные, и в разных местах, 453 вопрос, вы говорите, что ничего не надо считать, кроме священного Писания, а сами, так много всего читали, и так много делаете выдержек из журналов, книг и так далее, я когда преподавал в разных школах десятки без земли, конечно, я пользуюсь, отдельно у меня шла серия занятий по галереям мира, мировое искусство, любую картину, любую, на библейский сюжет я объясняю на основании священного Писания, попы от злости лопали, за мной бегали, а потом сидели, и Бог смирял их сердца, они бестоланные, почему, потому что Дух Господень где, там свобода, а если ты боишься кого-то, вот это скажу, вот это не скажу, Богу такие соработники не нужны, Дух Святой проходит через все, а если ты поставил, тут не трожь, тут из-за жены, тут работу потерять, тут дети, ты вот согнись как, перед Господом, чтобы Дух Святой свободно, говорит, и Дух Божий носился над водой, носился, а не не стучал в твоей страхе перед архиереем, архиерей боится синода, нельзя тараканей жизнью жить и обольщать людей, благословлю, не благословлю, Пеофан Затворник говорит, если ты говоришь благословляю, а Бог говорит, я не благословляю, то чье благословение Бог утвердит, играют благословениями, но не считайте, что к патриархии московской, считайте, тысячу лет назад в Японии это было, мой ответ, я никогда и никому так не говорил и не скажу, и даже более того, советую каждому прочитать всех святых отцов в патрологии Мини, это 300 томов фолиантов, жития святых 12 томов, книгу правил, это я советую, а мне говорят, что ничего не считать, кроме священного писания, я не говорил так, меня неоднократно приглашали интеллигентные люди, что я бы помог им разобраться с их библиотеками, сотни томов, а одну часть нужно немедленно уничтожить и никому не давать в руки, Больтерди, Дроруссо, Ярославский и прочая безбожная блевотина, Исаи 28.8, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места, это сегодня и библиотеки такие, а над моими книгами изгаляются, выманывают их и сжигают, как у Осипова, но сам священник похваляется, новый завет, толкование блаженов и филак, он сжег, братья и сестры, тепло у нас в храме, тепло, батюшка, спаси Христос, да как-то Игнатий подарил мне три тома, блаженов и филак, это я издал его, я его сжег, поэтому у вас тепло, в село Завьялово, Алтайского края, священник, отец, гребенюк, Александр, напишите туда письмо, тепло у него или нет, я патриарху написал Кириллу Гундяеву, как ты помирать будешь, как отвечать будешь за все, что творится под вашим именем, мы любим вас, молимся за вас, но надо все-таки руководить теми, кто что делает, вторая часть, безразличная в книгах, может быть, сдана в букинистические магазины, продана или оставлена, по ненужным специальностям, чисто специфически, и третья, оставлена у себя, это в основном классика из писателей, христиан, и все, что не противоречит Библии, не вредит душе, но пока вы не будете знать очень и очень хорошо содержание Библии, и у вас не привется навык различать добро и зло левое и правое, любое чтение даже книг с крестами на корочке из благословения епископов и патриархов может быть вам во вред, я делаю оговорку, если Библию не знаете, ничего не читайте, вы не знаете, как относиться, правильно или неправильно, Библия, Святая Библия, пока не пронижит все ваши знания, поставьте под контроль во свете Библии, Иисус Новин 1.8, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получается в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно, тогда, вот тогда, это означает, в другом случае нельзя, если ты не вникаешь в день и ночь в Слово Божие. Псалом 1.1.2 Блажен муж, который не ходит на совет несчастивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воле его и о законе, его размышляет он день и ночь. 1 Тимофея 4.16 Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Яков 1.25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывшим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И помните выражение Иоанна Златоуста «Чего нет в Библии, о том не рассуждаем». То есть о том и не читаем. А чтобы знать то или не то читать, ты должен мгновенно высветить все во свете Библии, а не собирать в душу мнения темных людей, не бродить по чужой блевотине, которой они изрыгнут. Слова Божии такие. А не вожделение золота и даже множество золота чистого, слащий меда и капель сота. Псалом 18.11 Псалом 118.113 Вымосы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Это я отвечаю на вопрос, какие книги считать. Вопрос 455. Какими книгами можно руководствоваться при воспитании детей, кроме Библии, и жития святых? Двух-трехлетним детям много еще непонятно и может быть неинтересно. Можно ли им читать сказки Чуковского или о животных? Я во многих школах, десятка школ, вел занятия регулярно в Академгородке в Новосибирске, то вопросы вот такие и есть. Ответ. Воспитание малых детей большую роль имеет подражание, а не перекармливание. Считаю, что никаких книг в это время и не нужно. Три-четыре года. А необходимо своими словами на маленьких примерах, на окружающей природе показывать красоту и величие Божие. Ну, у нас лагерь. Ну, представьте, среди ночи. Вот, допустим, дети. Сегодня у нас по программе смотреть будем звездное небо. Кто хочет? Ну, вы не думайте, что никто не хочет. Все до одного подняли руки, но они не знают, что за этим последует. Кроме того, сегодня ясное будет небо, луны нету, но через следующий день, на следующий день, мы будем слышать, как ночные птицы кричат, как совенок маму зовет в темноте. Я вам все это объясню. Как колышется пшеница, пойдем в поле. Кто хочет? Можете быть уверены. До одной руки. Но вставать придется нам, допустим, в час ночи, в два. Не все сразу. Некоторые под подушку залезут. Но когда уже поеживаясь оденутся, это им на всю жизнь урок зарубка будет. Это ночное. Днем идем мы по ягоды. Какие травы встречаются, какие деревья, я им все разъясняю. У меня есть такая фотография, тогда видика-то не было. Мы стоим на крыльце, дети сгрудились, и я на крыльце разбросал, разложил листья. Вот по этим листьям дети должны назвать дерево. Дальше найти его в лесу и дальше сказать, где это дерево употребляется, для чего и какая от него польза. В каком лагере кто занимается этим? А у нас идем и тысячелистник, и пижма, и ванмаря, каких только нет. Вместе ходим корень солодки копать за 4 километра. Они знают, как это трудо достается, сами его моют, придут. Потом делить мы будем как? Ребенку нужно конкретно показать. У меня в саду было 123 скворечника, я люблю птиц. Я ребенку показываю, что они делают, эти птицы. Вот мы молимся, и вдруг у нас небольшой маленький огородчик, большой это там около пруда, тут маленький, чтобы всегда была у нас тут ягода, так называемая Виктория, клубника, домашняя, тулук, там чеснок, что нам нужно сорвать, щавель, это все рядом. И вдруг садится ласточка, а мы молимся утреннюю молитву. Я не считаю за грех даже прекратить молитву. Я сразу спрашиваю, какая птица села? Ну некоторые, воробеи, воробеи, ласточки, большая разница, посмотрите, какой у них хвостик. А почему она села? Вы видели где-нибудь, чтобы она садилась еще? Да нет, они на проводах сидят, поют. А она тут села перед нами. Почему? Понимаете, ребенок должен войти в мир Божьей красоты. А вот почему. Она бьет сейчас гнездо, а мы полили только что, и тут земля, и тут грязь. И она эту грязь берет, со слюной смешивает, и несет, и к гнезду прилепляет. И у нас прямо в храме, мы молимся, когда потерявки, и тут же два гнезда, прямо на иконах сверху, на алтаре. И летает ласточка, а батюшка был в алтаре, а туда с трясогуска залетела, ему на плечо и села. У нас, когда готовим, ремонтируем, а шикели, такие мазанки сказать, а двери были открыты. Ну и дверь-то открыта, а в это время ласточки там свели гнездо, мне детей заселять. А там ласточки. А другая, трясогуска, она там, где бегаем, самый проход, ну тут, как говорится, навес сделан. А на смелое гнездо со всеми детьми вместе. Скажите, птичка боится нас, да, боится? И мы давайте сделаем так, эту келью, и мы отдадим. А как они вылетят, мы опять поселимся туда. Все согласны, все. Заметьте, все дети. Ему научиться надо беречь природу, плакать о ней, когда ее губят. А вот здесь, где бегаем, мы решили палатками обгородить, чтобы туда никто не забежал, а смотреть, как трясогуска кормит ребятишек своих. Когда они вылетят, и другие гнезда знаем, смотрим, нигде ни к чему ребенок не прикоснется. И когда они вылетают, какие маленькие, как на ночь они опять возвращаются в гнездо даже. Вот это урок. А Словом Божьем мы занимаемся. Вот молитва, это 10 молитв утренние, а мы 3 молитвы оставляем. Ребенок должен войти в это ненасильно. Вот к нам приезжают дети, бывают сектантские, там баптийские, адвентийские, там новая жизнь, каких только не было. Мы никого не принуждаем креститься крестным знаменем. А родители знают, православный лагерь. Но идти в храм обязательно, за завтрак обязательно. Тебе положено так молиться? Как? Так и молись. Но к концу лета все молятся одинаково. Да к твоих ничего мы не говорили, даже не заставляли. Родители приезжают, Юрка, ты совсем православный стал. Ну еще. Он полюбил православие, он увидел настоящее православие. Что если он закачивал, у нас мед, я без меда не живу даже, и поэтому для него у меня специально банка есть. Отдельно его будут поить, отдельно кормить, отдельно лечить своими, без лекарства. И далее. И показывать разницу между верой и неверием, прививать страх Божий, говорить о мучениях, о смерти. И это не запугивание, а здоровый опыт, крепкий фундамент для него и для будущего поколения. Учить его трудолюбию, честности, и чтобы он не тянулся на улицу, и чтобы он боялся той среды, где все извращено. С такими детьми, конечно, лучше жить в своем доме, в деревне. Наказание за нарушение, хулиганство и ложь должно быть неотвратимо. Сказки это для вас, а не сказки. А для ребенка они реальны. Он потом с трудом будет выдираться из этих наворотов мастеров слова. Есть рассказы для детей на основании Библии, доступным языком все рассказано. Мы вообще ничего не читали в детстве, кроме газеты районной, сталинский призыв. Газета «Сталинское время». Не случайно повторяю рассказ об одном учителе музыки, который всегда спрашивал своего ученика, умеет ли он уже играть на инструменте. Если он играет, то плата была в два раза больше. Почему? Потому что мне нужно сначала тебя разучить от неправильного, а потом уже наложить правильное. Так и здесь. Да еще и труднее будет выкорчевывать плевелы сказок. А про зверей, про природу эти книги сделать постоянно считаемыми. Я очень любил птиц, хотя и кошки, звери, и адресировавших собак был в уголовном розыске. Притом первое место заняла, непросто. Но птиц любил больше. Потому что я во сне часто летал. Это говорят от гордости, от самомнения какие-то. Какая гордость самомнения, когда я маленький ребенок, я это понятия не имею. Ну вот так прыгну, лечу, лечу, лечу и потом только ногой коснусь. Может поэтому. Но попала почему-то подшивка лесная газета Виталия Бианки. Вот я опишу. Виталий Бианки. Сегодня я хочу, кто не знает, познакомить с этим прекрасным человеком. Зайдите в Википедию, ну то есть в Google и зарядите. Лесная газета. Про всех птиц весной, летом, как они... А я на его это все видел. Моего. Я знал птиц, которых у нас нет. И вот уже потерявка, начала строиться, ну мне это уже 50 с лишним лет, 58. И в это время я вышел ночью и слышу крик. Кто что за птица? Я никогда не слыхал такого крика. Никогда. Но по крику трудно определить. Я стал ходить, смотреть, чтобы эта птица сидит в ветвях и попала на фоне неба. Я его увидал. Я сразу определил, кто это. Я его никогда не видал. По знаниям из Виталия Бианки это воробинный сыщик. Я к утру уже поймал его. Поймал. Другим показывал там. Но это вообще удивительно. Надо показать. Теперь куда его девать? Он залазит в скворечник и поедает скворцов. Проходящий у нас поезд был. И мы его закольцевали и с поездом отправили в Кулундинскую степь. Туда поехал он. В другом месте было так, что в нашей местности появились удоды. Их никогда не было. Я тут же удода этого поймал, принес ребятишкам и все потрогали его гребешок и посмотрели. Это на всю жизнь запоминается ребенку. Все надо показать. Вот какая ласточка, скворец, чистота. Вот оправится, помет. Он возьмет и клювому тащит. Они чистые, такие нечистоплотные, можно сказать, птицы это голубь и удод. Где есть они, там и оправляются. Все гнездо из свежего помета состоит. Коршуненок, он попятится назад, поднимет ствол на 45 градусов и даст метр на три лететь дальше у него. К слову сказать, у меня коршуненок в лагере был, ручной. Как он летает, представьте, крылья метр тридцать, и как он садится, и как его кормят дети. Собирали там лягушат, я ловил крыс, обдирал, и как он бегает, щипет за ногу, теликает. Ребенку все надо показать и рассказать, как это связано со священным писанием. Я говорю сейчас, что полезно ребенку. Ребенку самое полезное знать Библию и молиться. Притом мы идем полем, и вдруг я вижу, ястреб играет с торокой. Это тоже не часто бывает. Ястреб с торокой. Мы останавливаемся, дети, необычные явления. Я вам сейчас объясню, почему они играют. Не ловят друг друга, друг за другом-то. Давайте помолимся. И каждый раз, когда что объясняю, дети, давайте помолимся. Дети, давайте помолимся. Есть слепые, которые лежат больные. Вспомним они, Господи, дай им это счастье Твоего присутствия, чтобы они знали. Вот. И когда детям все это расскажешь, все дети это очень быстро понимают. если, если, конечно, ты будешь говорить так, как и сам живешь, потому что ребенка здесь не обманешь. Он это видит. Вот суслики, я теперь показываю, на что они годны, какие полезны. А ему охота поближе подойти. Ну, пошел, он сразу нырнул, нигде никого нет, научиться наблюдать, издали смотреть. Ну, ребятишки, они ничего не понимают городские. Ну, я не досмотрел там в крапиве, в стороне гнездо осиное. Они у меня рыбачат, с удочками ребятишки, ловят рыбу. А кто-то взял туда кирпичи кинул. Ну, я садил, а оса реагирует. Слышу в деревне, ай, 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 кричат, что такое в лагере кричат. Я на велосипед, а там воспитатели. А они пошли купаться, и там на рае, в норе осы свели гнездо. Ну, они палкой решили их. Ну, и дальше, что-то еще догадываться не надо. Человек из четыре были ужали на осою. Но это урок. Урок. И когда у нас погиб этот коршуненок, он полетел за грачатами, а мы в это время на молитве были, дождик был, он сел, высоковольтная линия идет у нас, 10 тысяч вольт, и он крылья раскинул, его замкнуло, и он упал. Ну, на память пюрышки оставили. Я составил стихотворение, и Виктор Николаевич, старший воспитатель, положил нам музыку, и уже в эту пятницу мы пели на костре. А я ему давал излишку есть этому. А к нему прилетали другие молодые коршуны, и на нашем футбольном поле они обедали. И вдруг этого нет, кормили, это его коря звать. И как они летали, и наводили тоску на нас. А дети это пели, и плакали. Мы так этого корю любили. Далее. Открыто у нас, как говорится, окошко, там форточка большая, на кухню. И ласточки залетели, свели гнездо. Ну, нормально, все будто. Но ночью бродящий кот залез. Здоровый кот. Ничей. Бродящий-то. И ласточку съел. Ну, конечно, мы должны были ликвидировать этого разбойника. Для меня это не представляло труда. А, который, видимо, муж остался, он сидел и плакал, этот самец ласточки. И дети смотрели, в ребенке выражается сочувствие и неотвратимость наказания. Ребенок должен все это видеть. А далее ему по Писанию все это Дарья и показал. Вы скажете, а что про ласточку? Открой в Википедии поисковую систему Библии, ты увидишь, что про ласточку сказано. Все надо, все абсолютно подвести во свет Библии. Вот как это выглядит. Поэтому, ну, много считай. Да, я много считаю. Я не просто много считаю, а много с выпиской. Ну, вот Комсомольская правда, какая газета, размер. Алтайская правда, которая, известие, вот она какая. А у меня был доступ до всех этих газет, ну, в разных, там, Союз Печать, где печатают их. И вот так, одна на другую газету, я за год собираю подшивку, я переплежщик-реставратор, делаю корочки, ну, все как в библиотеках. И вот таких вот у меня газет для будущего поколения собрано по размеру, представьте, вот какая она, не свернутая, а прямо вот какая газета есть. Я недавно замерил, там, это, 700, кажется, 80 или сколько килограмм, 13 метров высоты пачка. 13 метров. Кроме того, вот таких томов, ну, они поменьше маленько, я переплетал, я примерно переплел 3000 томов. Вот, такие наука, и жизнь, это отдельно, вокруг света, юный натуралист, это годовая подшивка, 12, это очень толстая. И я их переплетаю, настоящие, на шнурах, старинным методом, они открываются, корочки, и не оторвешь. Они с такими фальщиками, еще фарзатцы приклеены. Ну, кто не знает, это просто термины переплетного дела. И таких я переплел сотни и сотни. Ко мне отовсюду привозили. А теперь это у разных людей стоит в библиотеке. Представьте, юный натуралист, годовая подшивка, ее нигде нету. А у меня есть, это каждую отдельную тетрадь пришиваешь к шнурам, а шнуры там закрепляются. Вот, по отдельному листику как делать, чтобы не прошивать, так, а именно маленький пропил, но особый клей, хлор, пенил, винил какой-то мне давали. И вот, кроме того, у меня 77 томов сохранилось в моей личной переписке. Это по 650 страниц, переплетенные, книги настоящие. Так что Ленин, там тома какие-то, даже говорить не надо. Ко мне люди приходят, богатые библиотеки, а они смотрят, стоят тома. Это кроме того, что две огромные кучи в краевой прокуратуре сожгли, у меня сожгли переписки мои. Вот что я считаю. И газеты, где я считаю, все подчеркнуты места, ну и соответственно, бывает укажу места писания, откуда это взято. Спрашивают, а тебе это нужно, мне нужно это. Нужно. Я встречаюсь с разными категориями, слоями страны, в разных республиках, с разными национальностями. Никому не советую это столько время отдавать. У меня как-то один встретился, слишком много знает, Николай Шевченко, Николай Олегович. У него голова, дом советов, как говорится, мусорный ящик. Ну а у меня, я посмотрел, это два мусорных ящика. Притом, я это все делаю для будущего поколения. Подписки везде написаны, дар будущему поколению, чтобы в библиотеку не ходить. Допустим, у меня 20 союзных, 20 разных газет, которые российских, только зарубежные, это все отдельно. Не считая того, что я сам издал 38 книг. 38, не считая второе издание, идет по тысяче, и то 38 томов. Тысяч! Из них, которые я издал, это мне обошлось где-то, ну, 10-14 миллионов примерно. Так трудно сказать, тут инфляция все крутила. Из них примерно, сейчас вот прикидываем, 95% книг я дарю даром. Хотя за 9 лет издательской деятельности я провел за компьютером более 30 тысяч часов. Тысяч! Сам делал набор, сам делал верстку. Это моя работа. Начиная с 8 тома. Господь, ну, через своих рабов научил, помог. И нынче, если наша поездка удастся, мы можем сказать, что это войдет в аналы истории православной церкви. И самое удивительное, что православные меня люто ненавидят, они меня гонят, хотя за 50 лет всем, где бы ни говорил, конечное слово, это так. Желаете больше узнать, идите в православный храм. Ну, а дальше уже как Бог рассудит. А почему не другое место? Ну, я православный. И когда мне вопрос задавали, а что бы вы сделали, если вас избрали патриархом, я сразу ответил, бодливой корове Бог рук не дает. Ну, а если бы избрали, значит, я бы сделал, В первую очередь, прекратил строительство всех храмов. Ну, а теперь бы добавил к этому эти прессонии, в храме Христа Спасителя, сегодня же освободить их. И не прикасаться к ним больше. Упустили момент, надо было в тот же день храм закрыть, на три месяца и молиться вокруг, день и ночь. Не ходить, ничего, плакать и молиться. Мы виноваты, что такие люди растут. Мы. 70 с лишним процентов православных, и такая беда идет, что даже не скажешь. Ну, а что еще бы сделали? Ну, в первую очередь, деньги, которые освободятся от этих храмов, которые строятся. Прекратить строительство, существование, монастыри, все прекратить. Все деньги бросить на издание новых заветов. Всю страну наполнить новыми заветами. И далее открыть примерно тысячу, тысячу училищ, чтобы преподавали Слово Божие. Да тысячу, тысячу, я сказал, я патриарх, со мной не испорьте. А где же преподаватели взять? Я знаю, где я пошел, был баптистом. Договорился с ними, что они не будут трогать догматику, там иконы, там идол, все дальше, чтобы научили любить Христа, уверовали о рождении свыше, чтобы могли говорить и любили Святую Библию, как они любят. Не боялись страданий, это такие, так называемые, инициативные были. Вот все, тысячи учителей в один день. Это лучшие учителя, каких Россия знала бы. А адвентистов и адвентистов, всех, которые не против Святой Троицы. Они по субботе не говорили, что надо праздновать, просто учили бы и все. Читали эту заповедь, прочитали, а дальше не объясняли. Да считать можно, она написана в заповеде, а мы уже разъясним ее, что она означает. Ну, что нужно считать. Поэтому мои советы, не каждый это воспримет, но если он думает служить Богу, то знаете, запах тот, который, что ты ел. Даже есть такое выражение, скажи, что ты ешь, я скажу, кто ты. Если ты все время питаешься Библией, то запах от тебя будет идти другой. Ты все абсолютно будешь ставить во свет Библии. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok